Давайте лучше по делу. 13 дней всего лишь, друзья мои, продержался масочный режим. 13 несчастных дней. Все-таки была хоть какая-то попытка ответственной политики в отношении ковида. 13 дней. И после того, как Лукашенко сказал, нет, не надо, значит, все, отменили масочный режим, отменили наказание за отсутствие масок и т.д. и т.п. Теперь не нужно, не обязательно. Хоть человек носит, хоть не носит. Врачи взвыли, конечно же, полностью. Это на фоне того, друзья мои, что в России, тоже не самой, знаете, такой ковид-обязательной стране, объявили локдаун. Они называют это не рабочие дни, но это локдаун. Это локдаун. То есть не будут работать ни развлекательные заведения, ничего. Значит, на работу люди и снижена полностью эта самая социальная активность. Объявили локдаун. В той же Латвии объявили локдаун. В Украине отменили междугородние маршруты. Я вот сейчас процитирую врача коммунарки Денис Проценко. Это главный врач московской больницы коммунарка, которая специализируется сейчас на ковиде. Вот. И который сказал, что вы не хотите понять, что эти 11 дней перебежки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений. Сегодня в красной зоне, в больницах по всей стране идет самая настоящая война. Посмотрите на количество свободных койк и многое встанет на свои места. Да, врачи пашут как двужильные, вирус активен. Вот. И тому есть несколько объяснений. Чудо не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности. Ну, сюда Александра Григорьевича легко можно внести. Вносят свой существенный вклад в развитие этой ситуации. Это в России. То есть до них дошло в России. Они объявили на 11 дней фактически локдаун. Локдаун. В Беларуси вместо того, чтобы хоть как-то вообще задуматься о жизни людей, вообще вот просто задуматься о жизни людей, имеем совершенно обратную ситуацию. Наоборот, отменяют масочный режим. Наоборот, не отменяют никаких массовых мероприятий. Пожалуйста, хотите, это дискотека, хотите, концерт, что хотите, то хотите. Спортивные мероприятия, ноу проблем. Ноу проблем. И фактически, вот если процент, как говорит, про то, что там пытаются остановить эти циклы заражений, в Беларуси эти циклы заражений просто как вентилятор крутятся. И естественно, естественно, эпидемия идет вперед, причем гораздо более опасным вирусом, дельтой, просто кося белорусское население. Вот, понимаете, это просто невероятно, то, что происходит в Беларуси сейчас. Даже по отношению, повторяю, Путин тоже диктатор и тоже не самый там, но он адекватный. Он вменяемый хотя бы, понимаете? Он понимает, что от того, что лишних там 100 тысяч россиян умрет, это не есть хорошо. Пытается спасти как-то, ну там они пытаются. Здесь вообще вот полное наплевательство на жизнь людей. Вот от слова полное. Вместо этого вообще какие-то чудные, безумные идеи, друзья мои. Вот я когда вот это услышал, я не поверил своим ушам. Но, к сожалению, это правда. Я поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник Косиниц. Ковид не только на данном этапе придавил грипп. То есть не болеют люди гриппом практически. Но и онкологи подозревают, что и онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются, они это уже заметили. А что-то вот происходит такое. Наверное, я буду рад, если и, ну как с гриппом. Потому что все-таки ковид. Да, ковид это лекарство, друзья. Ковид это лекарство от гриппа на самом деле. То есть то, что перестали лечить от гриппа, это не потому, что все койки заняли ковидниками. Не потому, что перепрофилировали больницы ковидниками. Не потому, что фактически остановили. Хотя он там сказал, типа продолжайте. Но в реальности остановили всю плановую помощь пациентам. Не, не поэтому. Не потому, что тебе на вызов по гриппу врач даже, скорее всего, и не выйдет. Нет. Это потому, что это лечебный вирус. То есть этот вирус, ковид, надо лечить хоккеем, салом и водкой. А сам вирус лечит грипп и онкологию. Послушай. Больных нам легче лечить. Это вам тяжело. Нам легче, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний. Браво! Понимаете? Дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний. Не, ну это в каком смысле лекарство? Человек помирает и все. У него больше нет онкологического заболевания. Вот. Кто-то не пережил ковид. Вообще это лекарство от всего. Я бы, честно говоря, прописывал его просто. Так, у вас что там? Так, у вас почки больные? Ковид. Голова болит? Попробуйте штамп Дельта. Мне кажется, вам это подойдет. И вот стоят доктора. Они смотрят на него. Ну, такое ощущение, что они инопланетянина какого-то видят. Да? Голограмму. Вот. Он говорит. Ну да, ковид лечит. Грипп, знаете. Вот ковид, замечательный ковид такой. И нам его, кстати, нравится лечить. Вот. А еще, дай бог, чтобы он лечил и онкологию. Онкологию лечил, ковид. Друзья, ну, это же реально. Это не я придумал. Ни Озаренок, ни кто там. Это Светлана Синх. Никто. Это реально. Он сам это говорит вслух. Вслух говорит человек, что, наверное, ковид, он еще и онкологию лечит. Ну, как по мне, потрясающе. Как по мне, потрясающе. Вот. Ну, человек просто все знает. Это Нобелевская премия по медицине следующего года. Вот увидите. Я когда написал в названии, что вот очередной случай, когда Беларусь за всем миром не идет. Вот, пожалуйста, вам. Уже все соседи объявляют какие-то ограничительные меры. Ну, там, где с вакцинацией немножко просели. Да, в Латвии, в России, в Украине. Вот. У нас наоборот. Отменяют масочный режим. Логично. Все правильно. Мы идем против всего мира. Опять. Делаем такой эксперимент над людьми. Так, мало того, он еще убеждает, что это неплохо. Вообще-то ковид это не так плохо. Гриппом болеть не будете, друзья. А может и онкологией болеть не будете. Сейчас люди пойдут заражаться, искать его. Потому что, ну, онкологию же все боятся. А вот ковида, оказывается, и бояться не надо. Ой, друзья мои. А то, что реально забиты все. Те, особенно в районах, в областях, просто, ну, кто был в приемных отделениях там, те все знают, да, те уже над шутками не смеются про ковид.